Сегодня хотелось бы поговорить о том, почему люди, в принципе, начинают заниматься голосом. Почему им они считают, что нужно бы заняться, нужно применить какие-то упражнения, какие-то приемы для того, чтобы голосовые характеристики улучшить. Надеюсь, вы слышали про такую зависимость «управляешь голосом, управляешь ситуацией». Ну, если не слышали раньше, то легко могли бы убедиться на каких-то таких бытовых ситуациях. К примеру, хотели настоять на каком-то своем авторитетном мнении, а в ответ ваши слова подвергли сомнению, вы получили критику или хотели так аккуратненько заметить что-то такие, замечания какие-то сделать. А вот ведь что? Да ты сама ничего в этом не понимаешь. То есть, по сути дела, обвинили вас в некомпетентности. Ну и вариант третий, к примеру, вы хотели строго предупредить о чем-то, а в ответ получили обидку «зачем ты на меня накричал» или накричала, соответственно. Естественно, что эти пять причин, про которые я сегодня хотела бы сказать, они не свалились мне на голову просто так. Я каждого своего студента, который приходит ко мне заниматься там репетиторскими занятиями или на индивидуальную программу, с пристрастием допытываю. Что побудило вас заняться голосом? Ну и, соответственно, люди мне отвечают. Что же они мне отвечают? Чаще всего говорят для здоровья. В смысле, для здорового голоса, да. Особенно люди, у которых голосовые профессии, говорят, я к концу дня, у меня вот какие-то, какое-то царапание в горле, да, горло болит. Ну так как же все-таки разговаривать, владеть голосом для того, чтобы иметь, не иметь, собственно говоря, таких проблем, да. Поэтому вот, чтобы голос у нас не страдал от, как говорится, от погоды. Вторая причина – повышение квалификации. Ну, соответственно, люди, которые там работают с другими людьми, это, ну, скажем там, клиентами, пациентами, сотрудниками, студентами, учениками. Вот, естественно, что они понимают, если они будут более интересно выражать свои мысли, владеть всеми регистрами голоса, то у них будет, их будут лучше понимать, у них будут более эффективные, скажем так, коммуникации. Вот, ну и сюда же, скажем так, повышение в карьере, да, то есть те, у кого, из кого слово, что называется, не выдавишь, да, они, соответственно, начинают заниматься риторикой, ораторским мастерством, в том числе и совершенствованием голоса, и разговариваются, что называется, умеют разговориться, да. Эти занятия им нужны для того, чтобы разговориться и стать как-то увереннее в себе, что они, в принципе, разговаривают неплохо. Третье. Ну, третье тоже, что называется, лежит на поверхности, естественно, если мы лучше владеем голосом, то, соответственно, и коммуникации у нас, попросту говоря, общение, да, уже более высокого качества. А до сих пор и на сегодняшний день у нас в коммуникациях 80% происходит именно голосом. То есть, по сути дела, голосом мы выстраиваем или поддерживаем существующие уже отношения. То есть, общение очень зависит, отношения, точнее, очень зависят от качества общения. Ну, и еще я выявила два таких не очень очевидных, две таких не очень очевидных причины, которые тоже, тем не менее, случаются, когда люди начинают заниматься голосом. Люди в результате занятий голосом, может быть, начали это дело из любопытства или, что называется, за компанию, вот, но потом для них наступает некий процесс самопознания. Люди вдруг в себе открывают неведанные и неиспользуемые доселе способности и возможности, что, соответственно, расширяет круг их применения. Ну, к примеру, я помню, была такая Лена, которая пришла, что называется, она сама организовывала группу там для того, чтобы на тренинг привела там несколько человек. Но она настолько уверилась в том, что она может хорошо говорить, что она вплоть до того, что задумалась над тем, а не начать ли мне вообще записывать какие-то художественные произведения. А может быть, мне даже попробовать себя на радио. И когда я спросила у нее, скажи, вот, два месяца назад, ты бы могла так гладко, чисто, вот, произнести такую речь и, пользуясь там всеми возможностями, характеристиками голоса. Она сказала, нет, нет, конечно, нет, но теперь я это могу, yes! И я понимаю, что круг моих, моего применения вырос в разы. Ну и пятое, скажем так, это, конечно же, творческое применение, да? То есть человек может себя начать сама реализовывать через творчество. Ну, в самом деле, если вы не вяжете крючком, не умеете рисовать, ну, не тянет вас к этому, или, там, например, не создаете компьютерные программы, да, как творчество, как творческий процесс, то, к примеру, прочесть хорошо какое-то стихотворение – это ведь тоже творчество. Кто-то, например, приходит с запросом таким, мне нужно выступить там на юбилее начальника и произвести хорошее впечатление. Я вот хочу подготовить такое хорошее поздравление, прочитать какое-то стихотворение, но у меня как-то вот все это получается, такое бормотание под себя, и меня никто не слушает в этот момент, и я очень сильно переживаю по этому поводу, а хотелось бы хотя бы один раз блеснуть, так сказать. Вот. Потом он готовит это поздравление и понимает, что у него хорошие, у него такие неплохие актерские способности, и что он хотел бы и дальше в этом направлении развиваться, выступать где-то. Ну, еще, к примеру, у меня вот была такая молодая учительница пришла ко мне, честно говоря, пришла она ко мне где-то в конце июля, и сказала, вы знаете, мне вот в сентябре месяце идти класс брать, я учитель русского языка, русского языка и литературы, скажем так. И, а у нее, в общем-то, непоставленная речь, голос такой, в общем-то, бубнилка, монотонка, и, кроме того, у нее еще плюс к этому были несколько дикционных недостатков. Вот такой вот примерно, она разговаривала вот примерно вот так вот, где-то заторапливала сильно речь, вообще ее было трудно понять. Как вы понимаете, она немножко комплексовала по этому поводу. Как вы думаете, что мы с ней читали, что мы с ней готовили? Программу пятого класса, бородино, му-му, белеет парус одинокий. Но девушка в результате этих наших с ней занятий начала потихонечку раскрываться актерски, почувствовала, что у нее есть некая актерская жилка. Ей понравилось работать над стихотворениями, она, знаете, вкусила сочного плода. И если раньше это у нее получалось так очень монотонно и маловыразительно, да, несмотря на то, что она как-то эмоции старалась вкладывать, но все, как говорится, не туда, не в коня корм, то в конце наших занятий, то она уже с удовольствием читала разные басни. Ну, я помню, как она готовила ворону и лисицу и прямо так упивалась тем, как она переходила от одного персонажа от вороны к мягкому и нежному голосу лисицы, да. Ну, и между ними, как говорится, еще вклинивала автора. И в итоге, знаете, у нее получилось очень неплохо. Она так, спой, светик, не стыдись, что, ежели сестрица при красоте такой и петь ты, мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица. А-а-а-а! Вещунье наспохвал кружилась голова, от радости взабудыханье сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал. С ним была плотовка такова. То есть, если человек вот так вот начинает творчески раскрываться, то, естественно, он уже получает от самих занятий удовольствие. А, по-моему, у каждого из нас это, как говорится, свыше заложено. Мы всегда, как говорится, хотим избавиться от боли и получить удовольствие. Вот. Так что, надеюсь, вам было полезно послушать о том, почему другие люди начинают заниматься совершенствованием голоса, и, может быть, вы что-то нашли для себя. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, задайте их сейчас. Но я предполагаю продолжить свои полезные среды, и, может быть, на основании ваших комментариев, того, что вы мне напишите, вопросы, пожелания, я определюсь со следующей темой. Ну, сейчас у меня, как говорится, главная тема – это развитие голоса, совершенствование голоса, точнее, расширение возможностей жизненных, качества жизни за счет управления голосом. Так что, была рада с вами повидаться. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok